Современная Пятиборья Современная Пятиборья первоначально называлась офицерским и состояла из спортивных дисциплин, отражавших сущность боевой подготовки. Верховая езда, фехтование, стрельба, плавание, бег. В 1912 году барон Пьер де Кубертен включил разработанный им комплекс Пятиборья в программу Олимпийских игр. Он писал, что подобное испытание, как никакое другое, станет достойной проверкой моральных качеств человека, его физических возможностей и таким образом даст нам идеального разностороннего атлета. В нашей стране одним из ведущих центров подготовки пятиборцев был и остается Центральный спортивный клуб армии. Если взять женское Пятиборье, то родоначальником развития современного Пятиборья именно женского являлся клуб ЦСКА. Это был самый сильный клуб вообще в женском современном Пятиборье. Потом началось развитие в Динамо. Раньше же было много республик и в республиках начали развивать. Я сама из Киргизии. В 1982 году я приехала в Москву, меня пригласил клуб. А так это самый большой, сильный был клуб. Самое большое впечатление это когда, будучи спортсменкой ЦСКА и выступая со спортсменками ЦСКА, мы выиграли первый раз в истории современного Пятиборья СССР чемпионат мира в 1984 году в Копенгагене. Медленно, но верно мы возродим все равно современное Пятиборье в ЦСКА, потому что очень хотелось бы, чтобы эта дисциплина, которая была открыта еще Пьерто Кубертеном, в общем, вы знаете, там история длинная, чтобы в ЦСКА так же было сильное, как и было в СССР, чтобы в ЦСКА везде клуб блистал и, я бы сказала, выиграл. В современное Пятиборье входит бег, совмещенный с комбайном, 3-200 через каждые 800 стрельба. Фехтование каждый с каждым, плавание 200 метров и верховая езда. Дно для детей есть двоеборье, есть троеборье. Маленькие дети, когда приходят, они занимаются чисто двоеборьем, они учатся бегать, плавать. И помимо достижения возраста 15 лет, они начинают стрелять, фехтовать, ну и так далее. Дюшор по современному Пятиборью открылся в 2012 году. Вот, ну мы очень маленькие, мы даже не молодые, мы маленькие. И начали привлекать детей. Ну как могли в бассейнах, в школах, в детсадах, на улицах, в соцсетях вот сейчас начали. Дети пошли, вот в этот год у нас в данный момент более 50 человек, 57 человек детей. Мы стараемся, у нас есть маленькие успехи, маленькие достижения. Самое большое достижение это у нас Николай Дудко, выполнил мастера спорта. Для нас это, для нашей школы это очень высоко, я так сказала. Все виды спорта хороши, детей нужно отдавать в любые виды спорта. Дети в данной ситуации нашей жизни, нужно их убирать от гаджетов, к сожалению, которые все так полюбили. Нужно убирать их с улицы, возрождение, значков ГТО, патриотизм, это все. Но, почему в современной пятибурге? В современной пятибурге, во-первых, это многогранный вид спорта, который позволяет в дальнейшем, если даже ребенок не станет олимпийским чемпионом, чемпионом мира, это единицы, он станет более подготовленным к жизни, более дисциплинированным, более собранным. Потому что вид спорта подразумевает под себя собранность, дисциплину, самоотдачу. Человек после современного пятибурга, когда он заканчивает, он никогда не останется без работы, он никогда не останется ни у дел, он всегда найдет себе и работу, и место в жизни, потому что он очень целенаправлен, очень целеустремлен. Поэтому я советую всем родителям отдать сначала в плавание, чтобы дети научились плавать и могли купаться в реках и озерах, если найдут их, конечно, в нашем регионе. А потом в пятибурге, потому что пятибурге очень долгий вид спорта, очень возрастной вид спорта. И мы всех ждем. Продолжение следует...